Особое мнение на 101FM В котором сегодня ушел из жизни прекрасный человек, прежде всего И, во-вторых, уже очень серьезный и глубокий журналист Андрей Осминин Ты его знал? Да, мы можем сказать, что это ваш и наш коллега Это наш друг, это прекрасный, неординарный, яркий, замечательный, творческий человек И, к сожалению, в этот прекрасный, замечательный день сегодня, 7 октября Мы запланировали одни темы, но жизнь вносит свои темы И мы не можем, да, не высказать соболезнования его семье Высказать всей журналистской братии соболезнования Я не знаю, на радиостанции принято, не принято делать минуту молчания Но мы все равно скорбим И, наверное, все-таки нам будет сложно сегодня преодолеть эту тему Ну, и если вы позволите, несколько слов в память об Андрея Станиславовича Осминине 62 года этому человеку сегодня утром В результате, значит, того, что оторвался тромб, так говорят люди В общем, родился он 18.02.57 в Вологде Эконом-фак Вологодского молочного института закончил В 87-м году он переехал в Киров, где трудился в Кировской правде На 9-м канале, в городовом, на русском радио В конце 90-х занялся пиар-проектами Пресс-секретарь Казаковцева на выборах в Госдуму в 99-м году Член штаба по выборам Стрельникова в губернаторы Член Союза журналистов 1994 года Вот, автор многочисленных Да, поэтов Автор многочисленных сборников стихов Редактором От первой жены у него остался сын-программист И дочка-экономиста От второй жены дизайнера Ольги Морген Остался еще ребенок Поэтому мы выражаем Выражаем еще раз соболезную В начале нашей программы Всем, кто знал, кто любил его И он был, конечно, представителем такой фамилии Которая, так сказать, вошла в историю нашей Вятской земли Его папа Станислав Александрович Был председателем Кировского облсполкома В 86-87 году Вечная память тебе, Андрюша Спасибо за дружбу Спасибо за то, что был уникальный Был другой Был яркий Да, надо сказать, что На странице Союза журналистов Кировской области Есть обращение Дело в том, что Сергея Семье Андрея Необходима помощь и поддержка И если кто-то готов эту помощь оказать То вы можете посмотреть Как это можно сделать на сайте Союза журналистов Кировской области Светлана, извини, пожалуйста О информации когда, прощание, чего это еще рано? Пока еще нет Обещают опубликовать Все случилось сегодня утром Поэтому это вот в режиме таком Да, онлайн мы буквально сообщаем О, Господи Андрей прекрасен был Я помню его улыбку всегда Такую доброжелательную И очень солнечные глаза И кроме того, он был прекрасным фотографом Замечательный совершенно Я сегодня аватарку поменял у себя в Фейсбуке Это была его фотография Кстати, я там необычный Он умел 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 схватить И разглядеть Разглядеть нечто другое И я вот не могу о нем говорить Даже Даже в день Вот такой трагический Все равно без улыбки Потому что он столько дарил Солнца И радости Что хочется о нем вспоминать Все-таки С такой Вход сегодня и грустный Но улыбкой Но в последнее время Вот он немножко все равно Болел Болел и был грустен Потому что последние годы Не так востребованы Как хотелось бы Да Но это случается с каждым из нас В разные периоды жизни Кстати, это, между прочим Красной нитью пойдет Проблематика даже Сегодняшней нашей передачи Почему я говорю, что он был другой Он был от слова друг Он так одевался, ты знаешь, да? Да Он так одевался необычно Неповядский, да? Прям он шел Такой высокий, красивый Иногда в шляпе какой-то ковбойской Там какая-то яркая куртка Понимаете? На шейный платок Прическа всегда такая Да, сразу казалось, что это идет художник Человек творческий Который мир видит иначе Чем многие-многие И он дарил этот красивый Увиденный им только мир Дарил людям до самого конца Это так Так, теперь переходим к темам Которые мы запланировали И, собственно говоря, отталкиваться Действительно мы будем от того, что ты сейчас сказал Потому что это, наверное, отражение твоего проекта Другая вятка Который ты презентовал Не очень давно На заседании Вятского интеллектуального клуба И вот твой спич вместе со всей дискуссией Занял два с половиной часа Я, надо сказать, что впервые присутствовала на заседании Вятского интеллектуального клуба Я тоже, кстати Впервые И увидела там много очень интересных людей Потому что мы с тобой не интеллектуалы Я тебе хочу сказать Ну, да, возможно Скорее всего это так Скорее всего это так Но это была не просто тема к обсуждению У меня сложилось впечатление Что это начало какого-то серьезного проекта Что ты задумал, расскажи Светлана, спасибо тебе большое Во-первых, за приглашение За то, что так очень по-доброму Относишься всегда к моим каким-то Я бы даже сказал, наверное, прожектам Все-таки это прожект Прожект Хотя я не прожект Хотя я не прожектур, честно говоря Но проектов у тебя достаточно У меня проектов было порядка 25 И все достаточно удачные проекты Поэтому немножко, может, громко И авансом это сказано проектом Ты знаешь, вот Сережа Мамистов Такой мой друг Не знаю, знаешь ты такого или нет Деятель такой, знаешь, у нас в городе есть Там интеллектуальными играми занимается Я его спрашиваю Говорю, Сереж Я говорю, меня что-то вот затягивает В какую-то вот эту общественную Какую-то историю постоянно Вот неравнодушный я человек Социальная тематика у тебя стала В последнее время довольно остро звучать Вот, и я думаю, сопротивляться этому или нет Понимаешь, я человек неравнодушный Но мне хотелось бы верить, что я ровный душой Знаешь, у нас бывают такие неровные душой люди Такие немножко ку-ку, да Которые вот, значит, там Везде вот они присутствуют И их все прям волнует, да Меня как бы волнуют вот эти вещи все И я задал ему вопрос Говорю, надо ли мне с этим как-то справляться Он говорит, нет, это твой зов Тебя это зовет Тебя это волнует Тебя это насыщает И тебя это не разламывает То есть это мне позволяет Оставаться еще по-прежнему в профессии Но и органично очень заниматься этими вещами Я надеюсь, ты заметила, что у меня такого-то экстремального чего-то вот такого нет У меня есть и лояльность и вообще ко всем И даже к власти Пусть меня закидают, я не знаю, там Помидорами в общем и целом Понимаете, да Но вот в этом проекте что-то меня вот так Извините, как за такое нерадийное слово За молодежное Немножко торкнуло, что ли Я последние годы живу в каком-то таком, знаете, состоянии удовлетворенности и счастья Действительно это так Вот сегодня я, когда увидел этот прекрасный день И начинал этот день я в спортзале, понимаете, там все Я вот как-то мысленно, понимаете Я, конечно, не встаю там на колени, не восхваляю Господа Бога Но мысленно я поблагодарил вообще создателя за то, что И как мы уже потом поняли вот по этой грустной вести, да Что мы живы, что мы можем наслаждаться этим прекрасным осенним днем Что мы творим, что мы сейчас встретимся Понимаешь, я живу в какой-то другой В общем, ты повзрослел очень сильно, Руслан Я бы сказал Слова зрелого человека Возможно, да Хотя, Светлана, я тебя попрошу, пожалуйста, отметь вот эту градацию Взрослый, зрелый и лидер Я ее недавно зачитал Не то чтобы выучил и взял на вооружение Просто чтобы не забыть, это будет очень хорошо Вот, спасибо тебе на добром слове Мы вообще, мужчины, так сказать, очень долго взрослеем и поздно Мудрее, мне все такое Кажется, что все еще мальчишки Вот И мне показалось, что вот я живу в каком-то другом мире То есть у меня действительно коэффициент счастья Коэффициент удовлетворенности, честно тебе скажу, достаточно высокий Так чего же тогда ты занялся серьезными социальными вопросами? Потому что вот в твоем спич, вот в твоем представлении проекта Другая вятка на самом деле звучало и очень много горьких вещей Но я зеркало Так получилось, что должен был артист Шут, циркач Да, я шут, я циркач И что же, пусть меня так зовут вельможи Честно говоря, со стороны, когда я смотрю, я удивляюсь Вот Дима Русский сказал этим умным, так сказать, интеллектуалам И всем сказал Ребят, почему вот этот человек, Джокер, да? Кстати, нас вчера не пустили с Тимуром Там 18 плюс Сыном на Джокера Я сегодня уже кучу обзоров посмотрел Вот почему этот Джокер, понимаете, да? Так сказать, вот этот смех Сегодня один человек сказал, что Хоакин Феникс, он был просто уникален вообще Он гениален в этой роли Он хохотал, вот это его длинная, вот большая улыбка А в глазах было, убейте меня И я понял, что отчасти любой творческий человек, любой художник Любой гражданин, если говорить по этому, может, что не быть гражданином, быть обязан Настоящий патриот своего города, своей страны Он должен быть озабочен какими-то вот серьезными сегодняшними перекосами в обществе Ответил, что вот ты внутреннее состояние свое описал Давай расскажем, что ты закладываешь в проект «Другая вятка» Потому что даже слово «другая» вызвало серьезную дискуссию Это нормально, это нормально Что, да, о чем проект? Ну, во-первых, как филолог, так сказать, и любитель словотворчества Я все время занимался абериутами, Велимиром Хлебниковым Мне очень нравились их словотворческие истории Я почему-то подумал, что «другой» это все-таки семантическое ядро слова «друг» Отец Александр Балыбердин мне это подсказал тоже, я благодарю его «Другой» это не иной, это не свой и чужой «Другой» это человек, ну, счастливый, насколько это возможно сегодня в нашей современной жизни И через призму удовлетворения, через призму жизни, вот этой радостной Когда ты, наверное, обрел, ну, давайте хотя бы три или четыре или пять Каких-то вот классических совершенно качеств Там работа, самореализация, да Особенно дома, где родился и где пригодился Тебе не приходится скитать, мы знаем, скитаться Мы знаем с тобой, как люди уезжают там Как у нас на Вятке говорят там За три-девять земель киселя хлебать лаптем, да Вот, дома Семья, вчера вот у меня исполнилось 28 лет, на секундочку, да В моей брачной жизни Вот, значит, дети выросли Какие-то внуки появились, народились То есть я вот, ты же понимаешь, я же дед Мамед уже 8 лет Так Вот, и как-то мне от этого, блин, извините за выражение Мне от этого дико хорошо, я хочу поделиться этой Вот сейчас будем делиться Сейчас будем делиться, через полминуты сейчас прервемся И все-таки перейдем конкретно к тому, к тем смыслам и предложениям, которые закладывал ты в свой проект Окей Руслан Мамедов, продюсер, общественный культурный деятель В программе «Особое мнение» Все-таки давай перейдем к той проблематике, которую ты в своем проекте поднимал Как я поняла, тебя серьезно расстраивает, что люди культурного пласта, так сказать, интеллектуального пласта Недостаточно вовлечены в городскую жизнь и недостаточно привлекаются к ней, им уделяется внимание И, соответственно, в том числе из-за этого общий уровень культурной и интеллектуальной жизни в городе низкий Света, я тебя обожаю за то, что ты вот можешь это все сформулировать на хорошем русском языке Да, мне это именно... И это, кстати, вызвало тоже возмущение участия участников интеллектуального клуба Ну, потому что они все считали, что каждый из них сделал вклад, правда, да? И там самопрезентация была, то есть, здравствуйте, почему вы считаете, что я жил зря? Вот я сделал то, я сделал это, я сделал то То есть люди начали как бы там самопрезентацию Почему ты считаешь, что общий уровень культурной жизни в Кирове низок? Потому что есть разобщенность и главная идея такова, что этих людей, которые участвуют в жизни, нужно ценить при жизни Вот, Андрюша, смертью смерть поправ, сегодняшнюю тему нам поддерживает Значит, о том, что, вы знаете, за последние 10 лет, как бы работая и в правительстве, и в культуре, и так далее, я заметил очень странную тенденцию У нас людей при жизни, вот, которые здесь рядом, да, там, лицом к лицу лица не увидать Как-то не очень ценят, не очень продвигают Нас в основном продвигают людей по личной преданности, да, по удобству, там, переодеться, переобуться в воздухе, да А очень талантливые люди, которые существуют, да, их, будем говорить сегодня, зона пребывания, она где-то вне контекста Они, да, существуют, где-то в кафе, там, где-то еще, там, арт-кафе Я приводил пример моего друга Колю Донецкого Понимаете, даже вот он не отмечен ничем, а ведь он тоже является частью культуры И вот этих людей при жизни мы очень часто недоцениваем и теряем Они уходят в рассвете сил еще, которые хотят много чего отдать Я видел этих людей, и мне показалось, что вот развернуться в сторону все-таки к живым людям, к ярким людям Смотрите, к необычным людям, к лидерам, а не к тем, там, кто действительно достиг каких-то, там, я не знаю, результатов Там профессор, академик, нам не нужны профессоры, академики, мы их любим, они есть, они сделали много чего Понимаете, мои слова, наверное, вызвали какое-то революционное такое впечатление, что я куда-то призываю Ну еще не только поэтому, а ты употреблял такой термин «культурная элита» и при этом приводил пример, например, девушки-бодибилдера, по которой хорошо проехались многие участники, говоря, какое отношение к культуре имеет бодибилдер Ну, это просто у них так сложилось, да, то есть я говорил как раз о живой нашей соотечественнице, которая там, ну, если говорить культура, это, наверное, физическая культура, да Культура, в том числе и тело, так сказать, существует Сегодня на фитнесе сидят вообще все вменяемые люди, понимаете И дело в том, что наш проект, если он состоится как проект, он все-таки обращен к людям, которым сегодня 15, 16, 17, 18, 20 лет А не для тех людей, для которых именно вот это свой-чужой, когда там уважаемая мною, так сказать, преподаватель Злыгостева, которая нас воспитывала, да, увидела девушку с мускулами, да И для нее это как бы мем другого совершенно, это маяк другого времени, то есть она этого никогда не поймет Почему все, так сказать, преобразования были, делали студенты? Потому что они яркие, молодежь, замечательная А где делали все преобразования? А вот вы как вы знаете, что такое талибан-движение, знаете, в Афганистане? От какого слова? Талибы Талиб это студент. Студенты всегда делали какие-то преобразования революции И хочу вам сказать, после нашей с вами недавней встречи в Вятском государственном университете На открытых лекциях политехнических На открытых лекциях, да Мне почему-то показалось, что сегодня вот в ВятГУ происходят какие-то очень созвучные с моими переживаниями и с моими, так сказать, чаяними надеждами процессы Там клубятся, идет зависть, говоря биологическим языком, чего-то очень важное Чего-то очень такое взрывное, необычное, которое готово на эксперимент Которое не знает, получится или не получится Но главная ценность этих проектов Надо начинать И актуальность сегодня, ну, наверное, ни у кого не вызывает сомнения Свет, поправь меня, если я не ошибаюсь Все как бы согласились, что это актуально, что это витает в воздухе, да? Что какие-то предпосылки есть, что надо что-то менять Но мы так и не смогли сформулировать Что менять, как менять, куда менять Но, по крайней мере, мы это проговорили И теперь мы на радиостанции об этом говорим И это очень важно, на мой взгляд Да, я сейчас сверилась просто с информацией Я надеюсь, возможно, ничего не изменилось Но Талибан, Верховный суд России в 2003 году признал террористической организацией Да, мы должны об этом сказать, поэтому, да Соответственно, как любая террористическая организация Так, и все-таки, и все-таки, тоже задавались вопросы Вот эту культурную элиту нужно продвигать, выявлять, продвигать И превращать их в культурные мемы, ты говорил Это о чем речь идет? Нет, я не говорил в культурные мемы, потому что это несколько иное В мемы ты говорил там, да Ну, сложно сказать, мем, не мем, так сказать Мем это, вы знаете... Ты представил зрительные образы, которые можно было бы использовать для того, чтобы вятку каким-то образом трансформировать Город наш Идиницировать, да, там, да Ну, давай тогда и скажем, кого я представил Да, конечно То есть я представил человека, который меня на это натолкнул, вдохновил То есть я не признал этого человека лидером, да Как помните, Андрей, там, Альбертович Маури сказал, да Кстати, сам нехилый мем, я тебе хочу сказать Это точно Да, вот у него там вообще... Он сам поработал над этим образом мемовским, потому что его усы и лысину невозможно не узнать А ты знаешь, что Маури Групп, собственно говоря, у него и есть вот его как бы вот рисунок, да Но она у него, конечно, очень скромная, там лучи идут, это всегда солнце, понимаете, да Он мой друг, кстати, и тоже вот мы с ним вместе учились на филфаке Человек с чувством юмора, надеюсь, он меня понял Виктор Казаковцев Неоднозначный очень тоже человек Все мы неоднозначные, да, но не об этом речь, он другой Так Вот содружество других, сотрудничество других, иногда, мне кажется, признание другого необычного Господин Маури, как символ другой вятки? Да, другой вятки Я бы сказал, не символ, символ это очень зюмбель, это очень ответственно Как один из знаков Как один из знаков Ты, ваш покорный слуга, вероятно Меня там не было в презентации, окей Ну, тем не менее Давай пойдемте по тем образом, который ты там представил Это и не презентация вовсе была, я просто прибежал, какие-то фотографии набрал, а люди это восприняли как доклад На два с половиной часа и с хорошей такой дискуссией, это вполне себе такая презентация идеи Дело в том, что сегодня все люди, которые вдруг участвуют в, скажем так, в каком-то информационном, скажем, в информационном представлении, они вдруг себя представляют участниками высшей аттестационной комиссии Приходит человек сдавать ЕГЭ И вот люди слушают, слушают, понимают, с чем они не согласны, чего не заходят и начинают как бы это развивать А моя задача была посмотреть, как этот очень, кстати, малый срез общества, я тебе хочу сказать, это ведь не общество Небольшое, несколько ярких картинок было представлено Да, то есть мои яркие картинки были те, где я увековечил просто своих друзей Давай про них, все-таки по ним пройдемся, по тем образом, который ты представил Вот мы уже говорили про Юлию, которая чемпионка России по бодибилдингу Стала Пи, она чемпионка России, абсолютно чемпионка Европы по бодибилдингу и стала золотым чемпионом Арнольд Классик вот на днях Почему интересно обратить на нее внимание, как это может чью жизнь изменить в Кирове, если она вдруг будет воспринята или продвинута как некий образ городской? Ну, наверное, не как образ городской, но ей нужно отдать должное, потому что она очень много принесла в жертву для таких достижений Эта девочка из Орлова, ей 31 год всего лишь, так сказать, да? И сегодня ее достижения мотивируют и вдохновляют очень многих людей, которые занимаются здоровым образом жизни Сегодня все повально занимаются здоровым образом жизни То есть нужен какой-то лидер и какой-то образ, за которым можно идти? Нужно созвездие звезд, понимаете? Я говорю, должен быть млечный путь То есть здесь не будет гореть там одно солнце и вокруг него все вертятся, понимаете? А тут должны быть звезды, и эти звезды должны собираться Помните, я тогда приводил пример, как в Терминаторе, там уже во второй или третьей части Один из новых Терминаторов развалился, и как кусочки ртути они начали собираться И вот мне бы очень хотелось, чтобы вот эти звезды, звездочки как-то собирались вместе, держались вместе И вот этот свет, может быть, он бы кого-то обогрел, кому-то дал бы, так сказать, путь Кому-то бы, знаете, как путеводная звезда дал бы вдохновение А может быть, из этого света бы еще что-то получилось, кто его знает? Юлия, следующий? Ну, на сегодняшний день я считаю, что Николай Донецкий заслуживает Николай Донецкий как человек, ну, вспомним, конечно же, группу Эль Танго И те культурные события, которые он здесь организует Я бы сказал, то движение, которое он делает в одиночку Движение, то есть огромное количество джазовых звезд, которые за это время приехали Джазовых, музыкальных, мультиформатных рок-звезд Он в одиночку, он подобно фактически вот этому Казаковцеву, который вятский модник Он ходит в одиночку, и город как-то развлекает Вот, мы добрались до господина Казаковцева, вятского модника Который ты вообще символом хотел сделать А Коля сейчас закончу Вот до Коля вбивает осиновый кол всем досужим разговором О том, что у нас город провинциальный, дыра, так сказать, и прочее, прочее, прочее Он сюда привозит звезд мирового музыкального вообще, так сказать, сообщества Мирового Если люди сегодня говорят, что в вятке некуда сходить и так далее Вот и самый главный диссонанс вот этот такой когнитивный, да, происходит Вроде бы все происходит в нашем городе То есть мы только что с вами небольшой творческий отчет сделали, правильно? Гастроли моря Я сам, так сказать, организовываю гастроли На разный кошелек, разное есть арт-пространство Пятый этаж, галерея прогресса Все происходит Город гудит, город живет Я совершенно категорически не согласен с теми, кто говорит, что в городе некуда сходить Это неправда, как минимум, вот если мягко так сказать Но парадокс Парадокс Но все равно ощущение, что мы живем в провинции глубокой, в дыре, и ничего не происходит Вот почему вот такая вот феномен Добрались до суть И благодаря вот каким-то таким действиям и шагам, ты хочешь, чтобы это Прежде всего внутри человек, который живет в Вятке, это ощущение каким-то образом изменилось А я вам скажу Как вятский модник может изменить это ощущение? Я его нюхнул, говоря языком наркомана, я его нюхнул, этого ощущения И ты нюхнула, и все нюхнули Как ни крути, во время заезда сюда Никиты Юрьевича Белых Вдруг что-то щелкнуло, что-то произошло Это нематериальная вещь, нельзя об этом сказать, наверное, вот в двух словах Но что-то происходило здесь в воздухе, какие-то разряды, правда, да, какое-то электричество происходило Мы на какой-то момент вдруг почувствовали оптимизм, энтузиазм А мы вошли в федеральную повестку На нас обратили внимание федеральные СМИ, структуры Наше руководство везде где-то что-то было И сюда приезжала масса народу И прежде всего через СМИ стала распространяться информация Я позволю себе сказать, что это одно из составляющих вот того культурного атмосферы и фонов Который я вернулся в 2009-2010 году, работая в Москве Меня пригласили сюда И мне показалось, что этот призыв был очень похож на призыв Джона Кеннеди А ты вернулся из Москвы сюда во времена Никиты? Да, меня поставили руководителем учреждения культуры Мне показалось, что это Джон Кеннеди, который в свое время воскликнул Не спрашивайте, что должна для вас сделать Америка Спросите себя, что вы можете сделать для Америки И он крикнул, сыны американские, возвращайтесь на континент И занимайтесь политикой, занимайтесь публичной деятельностью Занимайтесь такими вещами И мне вдруг это показалось Я сюда приехал такой заряженный Команда, у нас все пошло просто как по маслу То есть действительно, опять-таки, молодежным сленгом Простите, потому что другая вятка это молодежное В том числе движение Начался движ, движение Ты помнишь, Света, эти времена? Конечно, помню И я не знаю полностью природу, из чего она состоит Из федеральной повестки, из харизмы руководителя Из его подхода, его взаимоотношения с обществом С властью, с другой муниципальным Я не знаю, но там было очень много составляющих Когда город загудел И здесь было приятно жить Появилось очень важное ключевое слово Перспектива И вот перспектива В основе моего проекта Она ключевая вещь, потому что она уже нужна Не тебе и не мне Она нужна нашим детям Прервемся на полторы минуты у нас реклама И поговорим о том, как перспектива Сочетается с зримыми образами Которые из прошлого Продюсер, общественный и культурный деятель Руслан Мамедов В студии особого мнения Сегодня меня зовут Светлана Занько И мы продолжаем И ты говоришь Ты напомнил, что когда здесь был Никита Белых Начался такой движ И у людей появилось ощущение перспективы Вообще это слово стало как-то всплывать Наконец-то в разговорах Пошла какая-то движуха Новые проекты Они действительно достаточно легко поддерживались И как-то быстро воплощались в жизнь Вот скорость, скорость увеличилась Вот этой жизни Какой-то стремительный такой порыв произошел И этого, судя по всему, не хватает И в твоем проекте «Другая вятка» Ты об этом, кстати говоря На дискуссионном клубе-то На интеллектуальном клубе говорил Который в дискуссионный в итоге превратился И тем не менее Образы, которые ты поместил Все равно в презентацию Потому что мы видели слайды Это образы, вообще-то, даже не настоящего А прошлого вятки Ну если Юля настоящая Вот бодибилдер, да То вятский модник Это образ прошлого Но он живой же до сих пор И он всех веселит, радует Да, но это все равно образ прошлого Как можно А его недавно признали как раз Городской уникальностью Недавно До недавнего времени Ему подкручивали у висков И некоторые его даже Нападали на него Он рассказывал это, Виктор Вот здесь очень важный такой момент наступает Ты с этого начал Когда мы говорили об Андрея Смениной И сейчас мы пришли тоже К вятскому моднику О котором ты тоже говоришь Признание чего-то Либо не приходит Либо приходит как-то поздно Оно приходит и скромно Как-то отмечается Что да, пожалуй, этот человек Он что-то привносит в этот город Либо привносил уже И сразу как бы отодвигается Ну хороший человек Хороший человек И дальше никак не развивается Эта история А ты считаешь, что в этих людях Есть потенциал Конечно Я бы хотел здесь как раз Провести вот такую параллель Что руководитель региона Да, был драйвером Ну давайте так честно скажем И чтобы сейчас не завалить Наш разговор в тот план Что мы сравниваем Одного губернатора с другим Я вообще не думаю Что должен быть драйвером Первое лицо области государства Они должны свою работу делать Но кто-то должен быть Так мне кажется Что мы должны И быть этими драйверами Если мы объединимся Если у нас будет Вот это сообщество Веселых Состоявшихся Состоятельных Зрелых людей А может быть даже и лидеров Потому что Взрослый человек Это тот человек Который понимает Что такое хорошо Что такое плохо Возвращаясь к нашей записке Зрелый человек Это тот человек Который умеет Свои плюсы Воплотить в самореализацию А лидер Это уже тот человек У которого Общее превалирует Над его личным У которого У этого лидера Есть потребность Отдавать И у этого лидера Есть одна привилегия И одна прерогатива Он готов отвечать Не только за себя И за ближний круг Он готов брать Ответственность За что-то большее Так вот проблема В лидерах Наверное А из ничего Ничего не рождается Вот я Смотрю на сегодняшние Вот наши Так называемые элиты Я сразу хочу оговориться Чтобы наши зрители Понимали Что сегодня Конечно в лексиконе Вот такие вещи Как интеллигенция Элиты Они не совсем Наверное употребимы И не совсем уместны Потому что там есть Определенная семантика Которая не актуальна Вместо интеллигенции Я бы наверное Предложил Свет Поправь меня Как партнер И как друг Такой Гуманитарный пласт Гуманитарная прослойка Не креативный класс А гуманитарная прослойка Это те люди Которые позволяют Себе задумываться Вообще О каких-то Гуманитарных Хуманите О человеческих В каких-то проблемах То есть это не мизантропы Не те люди Которые не любят людей А которые думают И причинно-следственную связь Делают Блин Почему человек сегодня такой Что в этом коктейле Под названием Разреши сейчас еще раз Снедриться Вот ты говорил о том Что у нас есть Как бы ты его ни назвал Гуманитарный пласт Или культурная элита Но у нас нет лидеров Которые бы вели за собой И осуществляли вот этот прорыв На всех уровнях В том числе и в культуре Вот в этом случае Я считаю Что лидеров надо делать И если мы будем единомышленниками Если наше общество Там двое Трое Пять человек Шесть Семь Двенадцать Двадцать Тридцать Пятьдесят Сто Сто Пятьдесят Двести Это уже люди Правильно Это уже сообщество Оно выдвинет своих лидеров Будет их поддерживать На информационном поле На публичном поле Финансово Будет поддерживать Продвигать Растить Оберегать Помогать А можно ли тебе еще Вот какой вопрос задам Есть такое мнение Что вятка не любит лидеров Вообще И считает их выскочками А не лидерами И не готова Идти Ни за каким Лидером Ну а я тебе скажу Что это не вятка И не Киров Это Россия в целом Мне очень понравился Очередной мем Который сказал У Дудя Миша Федоров Смотрела ты С Мезенцевыми Как же не смотрела Конечно С Мишей Вся Россия Это один большой Киров Понимаете Это же потрясающе Первое А еще он сказал Они все сказали Ребята там Что Россия Не для веселых людей Это да И Россия Не для лидеров А Киров Как концентрат России был представлен Вообще Не для веселых людей Не для радости Сложно сказать Не для лидерства Звучала такая история Это их мнение Я не считаю Что вот этот постулат Будем так говорить Является Истиной В конечной Видишь ли ты опасности Это их мнение Вот ты только начинаешь Эту историю Ты пытаешься Вкладывать в мозги И тут же Ну там Достучаться до души И ты видишь Сразу сопротивление Да я вас умоляю Это видно было сразу А это нормально В процессе дискуссии Это нормально Понимаете Потому что у меня нет задачи Весь колхоз туда Понимаете Там Это не коллективное хозяйство Весь кагал Да там Или там Я новый ной Каждой твари по паре Туда придут люди Которые почувствуют Этот зов Нам не нужны люди То есть ты объединяешь Сейчас звезд Ну я не то чтобы Объединяюсь Для того чтобы раскрыть Их лидерские Ты всегда мне такие Авансы даешь И значит То есть ты сейчас Из меня делаешь Какого-то там лидера Или что-то в этом роде Ты сам сказал Что ты готов уже Ты дозрел до этого Я объявляю повестку Ты дозрел до третьей стадии Это лидерство Я объявляю повестку Понимаешь Если призыв Мало объявить Нужно взять флаг И вести за собой Если призыв будет Я хочу посмотреть Кого я за собой поведу Потому что вот пять лет Я являюсь управдомом В своем доме Вот это как раз Отличная практика Посмотреть срез общества Не просто так сказать Да что вот этот профессор Этот военный Это да Меня очень интересует Их манера поведения В одних и тех же обстоятельствах Потому что интеллектуал Это не человек Который начитанный Умный и так далее Настоящий интеллектуал Это человек Который максимально эффективно Себя ведет С ложившейся ситуацией И вот я вам скажу Что настоящих интеллектуалов Вообще русских Очень мало Потому что это есть там Хранители знаний Энциклобидических знаний Там умные люди И так далее И так далее А поскольку я много общаюсь И много езжу То я хочу сказать Если призыв будет Я посмотрю Кто будет рядом Я хочу вам провести Что значит Если будет призыв Ты сам можешь призвать Ты уже призываешь Сложно сказать Поймите Если не будет обратной связи В том числе Может по результатам Сегодняшней программы Я надеюсь Что это тоже будет Определенное зерно Меня тут пригласили Еще на два сообщества Я не пошел Почему? Объясню А потому что Моя идея слишком фрэджел Слишком хрупкая Слишком хрустальная Я не должен с ней носиться Как с хоругвем Понимаете Везде приходить Вот нашел новую Конюнкторную Но если ты не заявишь Они громко Как же к тебе придут А время У меня есть две привилегии Свет Я никуда не тороплюсь Для меня Лао Цзи Это вообще Так сказать Просто философия колоссальная Я не хочу при жизни Понимаете Там прославиться этим И это Не моя война Это не мой бой Это мой зов Я сейчас с этим занимаюсь Я пытаюсь это транслировать При помощи вас Тем более Прошу Благодарю вас В очередной раз Но не на каждой тусовке В две тусовки я не пошел В одну я сходил И тебя я не смог отказать Я очень избирательен Это слишком хрупко Это слишком осторожно Это слишком экспериментально Это лабораторное исследование Готовы ли люди к этому? Вопрос Недавно прочитал в фейсбуке Далай-Лама сказал Людям не нужна религия Людям нужны знания Образование Как сегодня люди вот образованы Далай-Ламой Можно поспорить в этом Тем не менее Понимаете Что нужно людям? Тем не менее Религия или знания? Тем не менее При всем при этом Я хочу сказать Надо понять Для кого мы это делаем И будет ли отзыв Если отзыва не будет У тех, к кому я обращаюсь Я буду считать Что я не зря прожил эту жизнь Потому что я попробовал Да, нужно поправиться Мне, конечно Я хотела сказать Может быть, действительно Людям нужны знания Но хотят-то они религию в итоге Ну, это уже другая Другая тема разговора Что там люди хотят Некоторые подменяют знания религии Потому что очень удобно Во что-то верить Что касается лидерства Это очень важный вопрос У нас на протяжении Долгого времени Говорят, что у нас нет лидера В городе Нет лидера в регионе Нет лидера в образовании Нет лидера, не знаю В культуре Еще где-то нет лидера Лидер Это человек Который берет на себя Ответственность Принимать решения И дальше уже от него Не отклоняться И вести за собой Он должен продекларировать Какую-то общую ценность Брать на себя ответственность За решение И за доведение Даже если ошибка Даже если ошибка Но следовать курсу Но следовать курсу А не менять все время Не давать дергать за руль И направлять его В разные стороны Свет Иметь право ошибаться Это вообще мечта Иметь право на ошибку Чтобы у каждой ошибки Есть своя цена И когда тебя за маленькую ошибку Которая является сутью поиска А не заблуждения Начинают выхолощивать Ломать Расчеловечивать Выкидывать тебя еще при жизни На обочину Так сказать Вообще всех движений Я сразу задумываюсь О природе власти Ты знаешь природу русской власти? Я тебе скажу 250 лет Наша Россия Русь Вообще наша государственная Существовала как золотая орда Сегодня говорят Что это уже не совсем иго Это была форма правления И вот наши князья Которые до этого не знали Единовластия Единоначалия Они приезжали в сараи Так называемые города ханские И они удивились впервые О том Что вот эта монгольская И татарская Азиатская форма правления Это когда у одного человека У хана Сосредоточено Неограниченное количество власти Когда наверху Господь Бог Господь Бог А вот тут хан Царь Я не знаю Первый секретарь Партий Президент Как у нас сегодня На самом деле Ничего не изменилось Ничего не изменилось И они вкусили Этого азиатского Правления Когда ты Решаешь все И ты Караешь непокорных Здесь Как наместник Бога На земле А западная цивилизация На чем строится На договоре У нас в России Никогда Ни при царе Ни при советах Ни сегодня Нет договора У нас сегодня Есть единоначалие Единовластия Возможно это карма Может быть конечно Это и по другому Нельзя с этой большой страной Но я тебе так хочу сказать Что мы не являемся Сегодня Цивилизацией Или русским миром Который во главе В авангарде цивилизаций Какой-то был феномен Значит в 20 веке Когда был гигантский Совершенно всплеск Литературы Музыки Яркости Последний ренессанс Происходил в 60-е годы В 70-е В том числе и в кинематографе И так далее И вот сегодня Дичайшая стагнация Сегодня мы пожинаем Эти плоды Вот ты говоришь Что Виктор Казаковцев Это мем Как бы все равно Он уже взрослый такой человек Немножко из прошлого Хотя и наш современник Но сегодня Молодая-то поросль Сегодня ничего Не представляет нового Она сегодня Не может ничего сгенерировать Мы сегодня Что делаем Матрицу Западной культуры Все равно Как ни крути И сегодня Не может наша среда Рожать собственных нейронов И быстрых разумом Платонов Российская земля Рожать Сегодня не может Нужно для этого Создавать предпосылки А для этого нужно Пространство Для ошибок Для экспериментов Для общения Для диалога Для споров Для столкновений А какие столкновения Сегодня возможны Когда ты знаешь Чем это все заканчивается Вот это глубина В общем-то Всего этого Ну и с этим Можно научиться жить Не надо звать На Сейчас я думал Ты мне скажешь Провокационный вопрос Ты что предлагаешь Собака Власть Поменять На баррикады пойти Нет конечно Этого не предлагаю Я считаю Что нужно разговаривать Нужно искать диалог Общаться И максимально Дистанцировать Собственную судьбу Если это возможно От власти Мы настолько Сегодня завязаны Даже там Мой тесть Или теща Там сидим На кухне Как мы жить то будем Что там наверху скажут Я говорю Папа Мам Вы что обалдели Вы уже пенсионеры Давно Я их Вас эвакуировал В очередной раз После дачного сезона С капустами С брюквами С прочими делами Привез Вот наше с вами государство Мы через дверь рядом живем У нас каждую субботу Саммит В два часа дня Понимаете В воскресенье У нас Понимаете Парламентские слушания К сожалению Мы так и замыкаемся На своих кухнях Со своими саммитами А вот тут ты сейчас попала Вот просто в точку За что я тебя просто Боготворю и обожаю Когда мы особенно с тобой ведем Вот эта разобщенность Каждый тусуется По своим интересам Вот даже тот клуб На котором мы с тобой оказались Это же клуб поинтересам Люди пришли Поговорили Разошлись Все Тут значит Питейные жилеты Тут значит Одно пространство Тут другое пространство Нам с тобой после этой программы Тоже скажут Ну и что в итоге Но что в итоге Мы сейчас уже сказать не успеем Потому что программа завершилась Время подошло к концу Мы продолжим этот разговор Может быть устроим Какой-то круг Самое главное Что мы не даем сегодня панацею Мы ее ищем Мы сегодня также задаем вопрос Но уже кто-то это задал И я считаю Это маленькая победа Руслан Мамедов Это его особое мнение Вы слушали У микрофона работала Светлана Занько Хорошего дня Особое мнение На 101FM